Итак, в продолжение предыдущему ролику по просьбам моих друзей из стран СНГ, которые переживают за своих родных и близких, которые находятся в Узбекистане. Хочу сказать, что нет ни паники какой-либо, по крайней мере я лично своими глазами не вижу. Я здесь передаю информацию, которую я мог зафиксировать на видео, лично и так далее. И специально сегодня опять съездил. Кстати, да, сегодня 17 марта, достаточно тепло, весна потихоньку вводит свои права. Так как мне нужно было съездить по делам, я параллельно заезжал на базары, в магазины, смотрел, что творится. Народу не так уж много, никто не набирает пачками, никто не затаривается на ядерную зиму. Товаров везде хватает. Ну вот, на базарах ситуация прежняя. Люди ходят, покупают. Народа, как вы видите, не так много, товаров хватает. Не знаю, что еще сказать. Не надо глупить, распространять просто само по себе все слухи о том, что у нас тут жрать нечего, люди толком не ходят. Ну, здесь еще есть, все нормально. Цены не поменялись. Масло, крупы, маргарин, колбасы, сосиски. Все на прежнем месте. Все мясо, продукты и прочее. Мясо, курица, сосиски, майонезы. Все на своем месте. Мы будем сидеть за спации. И опять-таки туалетная бумага. Кто-то говорил мне, что только в одном месте, где-то ты случайно нашел. Пожалуйста, буду снимать там, где есть. И еще туалетная бумага. Ребята, любители обосраться. Вроде сюрприз. Была информация, что якобы... Ну, один из моих знакомых позвонил, что моя информация не точна. Что я показал один супермаркет, в данном случае это был Мегапланет, на Юнусабаде. На том же Юнусабаде, корзинке седьмого квартала, створился ажиотаж, смели полки подчистую, ничего не осталось. Исходя из этого, я специально еще заехал и посмотрел. Действительно, и так и сделал маленькую видеозарисовочку. Так, корзинка Юнусабад. Машин меньше среднего. Толпы не наблюдается. Это корзинка Юнусабад на седьмом квартале. Ну, информация по корзинке. Все присутствует, все на месте. Никаких толп, чаи, мясо, колбасы, сыры. Все присутствует на месте. Так что не стоит создавать. Абсолютно не нужны паники. Все присутствует, все есть. О, вот оно еще, да, для любителей туалетной бумаги. Ребят, ну, не перегибайте полку. Ну, честно, ну, у них же не серьезно как-то, блин. Также еще одна информация о том, что, как ведут себя власти на данный момент, когда у нас происходит карантин. Ну, я вам хочу сказать, что есть ряд положительных моментов, которые меня радуют. Первое. Подземные переходы, которые находятся около крупных торговых объектов, базаров и так далее, вымываются буквально хлоркой, шлангами прям заливают. То есть настолько, что я переходил по переходу, у меня чуть глаза не вылило от хлорки. Вот, к сожалению, этот момент я не успел заснять. Но при первой же ближайшей возможности я это засниму. А также улицы города, поливомоечные машины, которые обычно у нас поливают улицы, также поливают раствором воды, скорее всего, с хлоркой или еще с какими-то химикатами, потому что я заснял как раз кусочек этого. Когда машина у меня проехала, я принюхался просто к запаху. Такой достаточно отчетливый запах хлорки с чем-то еще. То есть замываются улицы, замываются переходы. Меня это не может не радовать, поэтому местным властям большой респект. Вот поливомоечные машины, о которых меня спрашивали. Каждый день у нас поливаются улицы, и чувствуется явный запах хлорки. То есть идет санообработка еще также улиц. Так что не стоит паниковать и разводить ложные слухи. Все нормально. А также наблюдал сценку на базаре по поводу, кстати, мне цен тоже говорили. Я видел одного парня, который продавал картошку в пределах, по-моему, 7,5 тысяч он попросил. Я, естественно, не стал на него покупать. Прошелся чуть дальше. Через буквально 20 минут я возвращаюсь обратно той же дорогой. И вижу, как представители МВД подошли к этому парню, быстренько под ручку его увели. Объяснили, что нечего на пустом месте создавать спекулятивный такой характер продаж и так далее. Что тоже не может не радовать. Поэтому спасибо сотруднику МВД, что контролируете этот момент. Но самое главное это мы. Потому что самый страшный вирус это паника. Поэтому я настоятельно прошу, если вы непосредственно не являетесь участником каких-то событий, не зафиксировали это, не видели, не щупали и так далее, не распространяйте какие-либо слухи, которые, я не знаю, там, баба Нюти соседнего подъезда или дедушка Мухтар вот вам сказал, что его брат видел, как сосед его племянника где-то слышал о том, что там где-то паника, там скупают продукты и так далее. Пожалуйста, не создавайте панику. И соблюдайте, конечно, повышенные правила гигиены. Старайтесь ходить в масках, постоянно мойте руки, используйте антисептики. Если будет возможность, потому что был еще вопрос по поводу антисептиков, масок и так далее, ситуация в Ташкенте. При первой же возможности я сниму ролик, ну, по крайней мере, какие-то зарисовки. Ну, буквально могу сказать так, два дня назад мне надо было купить маски, я зашел в аптеку, обычные наши маски, сейчас, если у меня тут еще осталось, да, есть. То есть вот такие обычные масочки, вот, я купил их по 1000 сумм, свободные абсолютно продажи. Вот, и антисептики, ну, антисептики я, к сожалению, все детям отдал, но покажу. То есть в наличии все это есть. Ну, терпения нам, удачи. Я надеюсь, что все это с потеплением придет на спад и, в конце концов, на умоль. Вот. И я, наконец, опять увижу своих близких, знакомых, которые хотели прилететь этой весной в Ташкент. Удачи всем и здоровья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok